Новые маршруты старых маршруток. С 1 декабря в Чебоксарах стартует транспортная реформа. К зиме готовы. В Доме правительства обсудили вопросы содержания дорог. Мост Дружбы. В Ешкарале проходит международный фестиваль русских театров. Дороги Чувашии к зиме готовы. Такую оценку дали на еженедельном совещании правительства республики. В Чувашии 327 километров дорог федерального значения, 1500 регионального и около 10,5 тысяч местного. Абсолютно за каждым участком дороги любой категории закреплен определенный подрядчик. С августа месяца проводилась плановая проверка подготовки подрядных организаций к зимнему сезону. И на 1 ноября уже полностью были проверены пескобазы. Наши подрядные организации заготовили на 100% на весь зимний сезон песчано-соляную смесь. К ямочному ремонту зимой дорожники тоже готовы. У подрядных организаций имеются запасы холодного асфальтобетона в количестве 100 тонн. Затем, как подрядные организации по всей республике будут выполнять свои обязанности, руководство региона сможет следить в режиме онлайн. Идет круглосуточное дежурство Центра управления движением, которое находится в Чувашу-Прудоре. Стоят на отдельных участках видеокамеры, которые в реальном режиме времени позволяют отследить, каким образом наши подрядчики приводят нашу дорожную сеть в нормативное состояние. Где какие подрядчики не выполняют свои работы, расторгайте договора заключенные и торги по новой проводите и выполняйте. Если с автомобильными дорогами все более или менее понятно, то с тротуарами и дворовыми территориями не до конца. Убираться там попросту некому, отметил Алексей Ладыков. Вопрос остается в штатной численности комплектации дворников. Ежегодно этот вопрос стоит. У нас в повестке дня управляющие компании не могут полноценно обеспечить дворниками. И в свое время набирая территорию, сегодня около 70% от необходимого количества дворников задействовано. В связи с этим бывает так, что к 7-8 утра управляющие компании не справляются с подставленной задачей. Проблема у города не только во дворах, заметил Михаил Игнатьев, который сегодня утром прогулялся по московской набережной. Как дорожники сработают, покажут ближайшие снегопады. Их синоптики обещают уже в предстоящую среду. Ну а в теплое время года продолжится строительство и ремонт дорог. Из федерального бюджета Чувашия получит значительные средства. По государственной федеральной программе безопасные и качественные автомобильные дороги нам практически и по другим направлениям будут выделены около 24 миллиардов рублей. Ольга Пырычкина, Павел Редков, Республика. На планерке шла речь и о качестве школьного питания. В основном эта сфера работает сейчас по системе аутсорсинга. И если где-то аукцион выигрывает недобросовестный поставщик, страдают школы. Безопасность и качество продуктов должны для детей быть под постоянным контролем надзорных органов, отметил глава республики. Движение на опережение. Молодежный конгресс по предпринимательству завершил в республике полуторамесячное обучение основам ведения бизнеса. Я просто упаковал продукт, ну, в правильную обертку, потому что люди покупают законченное решение, а не какой-то там код. Код вообще никому не нужен, если его нельзя применить, продать дальше. У ребят молодых очень большие, так сказать, мысли, фантазии, да, их нужно всегда направлять. Учить экономической грамоте, экономике правильно, не то, что вот как бы общей экономике, а что такое стоимость денег и прочее. Как им управлять, как правильно складывать капитал и прочее, прочее. У кого этому учиться? У успешных предпринимателей. Таких спикеров здесь было не по одному на каждой площадке. На территории амбиций со школьниками вел диалог бизнес-тренер. На территории контактов объясняли, как продвигать свой продукт в социальных сетях. Для себя как бы решил то, что в будущем хочу быть предпринимателем. И здесь собрались более такие уже успешные люди, которые занимают хорошие позиции в обществе. Очень интересно их послушать, как они как дошли к своим целям. Программа «Ты предприниматель» появилась в Чувашии шесть лет назад. За это время более 12 тысяч молодых людей от 14 до 30 научились основам успешного ведения бизнеса. Я хочу поблагодарить тех экспертов, которые отдают свой практический навык и опыт для того, чтобы обучить нашу молодежь. А проект Чувашская республика делает всевозможное, чтобы наша молодежь действительно реализовала те свои креативные идеи, проекты, которые принесут пользу нашей Чувашской республике. Итоговый конгресс – это и подведение итогов. Заслуженные награды получили победители конкурсов «Молодой предприниматель России» и «Битва стартапов», а также призеры Олимпиады для школьников по предпринимательству. Ирина Волкова, Павел Иритков, Республика. С 1 декабря в Чебоксарах подорожает проезд в троллейбусах столицы. Правда, только по безналичному расчету. С 16 до 18 рублей. За наличные можно будет ездить по-прежнему за 20 рублей. Это меры вынуждены, отметили на планерке в администрации столицы. Но даже несмотря на подорожание в Чебоксарах среди других городов Приволжского федерального округа, стоимость проезда на общественном транспорте самая низкая. За 9 месяцев этого года мы сократили убытки на 60 миллионов рублей по сравнению с тем периодом, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Но этих мер недостаточно. Деятельность до сих пор убыточна. Несмотря на принятые меры по оптимизации расходов, по сокращению персонала, не хватает также субсидий из бюджета. Поэтому для того, чтобы своевременно рассчитываться с поставщиками, осуществлять деятельность, закупать новую технику, нам необходимо увеличить выручку троллейбусного управления и поднять тарифы. Сегодня в столице ежедневно выходят в рейсы более 700 единиц муниципального транспорта, в том числе 198 троллейбусов и 510 автобусов малой вместимости. С 1 декабря в рамках транспортной реформы это количество изменится. В рамках оптимизации с 1 декабря текущего года планируется эту цифру сократить. Автобусов будет выходить на муниципальные маршруты 350 единиц, в том числе 125 единиц автобусов средней и большой вместимости. Данное изменение позволит не только сохранить, но даже несколько увеличить пассажировместимость и провозную способность муниципального транспорта. Транспортную реформу планируют завершить к июню 2019 года. К этому времени планируют запустить 89 малых автобусов, 194 средних и 11 больших. Общей пассажировместимостью 16 тысяч человек. В Чебоксарах в рамках проекта «Открытый город» прошла очередная встреча жителей и представителей администрации. В этот раз на вопросы горожан отвечала заместитель главы Алла Салаева. Доступность детских садов – один из первых вопросов, который прозвучал на встрече. Дело в том, что работодатель у супруги, может быть, не захочет ждать, когда она соизволит выйти. Встает вопрос, либо супруги увольняются, чтобы с кем-то, хотя бы, ребенок остался, либо, может быть, что-то посоветуете. Место в садиках есть для всех, подчеркнула Алла Салаева. Другой вопрос – шаговая доступность. Вам, если вы приходили в администрацию, дали на выбор другие детские сады и сказали, уважаемый Дмитрий, мы именно в шаговой доступности в микрорайоне садовой, вашему ребенку сейчас не можем места дать, потерпите. Но через две остановки или через три, ну территориально дальше, там место есть на полный день. Или, вам наверняка сказали, можно рассмотреть вопрос полдня и так далее. Транспортная реформа, дорожные знаки, строительство новых школ, ремонт дорог. На встрече говорили о развитии города и его перспективах. В Чебоксарах появляются новые общественные пространства. Акадетский сквер, фонтаны напротив универмага Шупашкар, Московская набережная. Идет работа над проектом «Чуваше сердце Волги». Все желающие могут принять участие в общественном обсуждении. Оно пройдет 1 декабря. Сегодня принимали поздравления сотрудники Управления налоговой службы Чувашии. В этом году ведомство добилось значительных результатов. Подробности у Дмитрия Ковалева. Профессиональному празднику высокие оценки. Налоговая служба Чувашии в семерке лучших по стране и первая в ПФО. Сложная работа сотрудников ведомства в этом году отразилась и на росте доходной части бюджета, это отметил глава региона. Только объемы налогов в КАСне достигают 26 миллиардов рублей. От результатов вашего труда напрямую зависит сбалансированность республиканского бюджета, консолидированного бюджета, финансирование государственных программ и мероприятий, которые заложены в этих стратегических документах. Все социальные обязательства и по этому году, вот уже завершается, и по прошлому году мы сполна выполняем. На этой соответствующей оценке федерального центра, правительства Российской Федерации, задачи президента своих мероприятий, национального проекта четко поставил. Мы участвуем в 11 национальных проектах Российской Федерации, поэтому работы нам предстоит еще очень много. Одна из ключевых задач, возложенных на сотрудников налоговой службы, сокращение количества работников, получающих заработную плату в конвертах. За прошедший год благодаря рейдам сотни человек оформили трудовые договоры. Объемы страховых взносов увеличились в разы. С участием сотрудников органов внутренних дел в настоящее время проводится каждая вторая выездная налоговая проверка. Эффективность таких проверок выше, до начисления по ним, как правило, образуют состав налоговых преступлений, предусмотренных Уголовным кодексом Российской Федерации. И как следствие слаженной работы с правоохранительными органами, сумма ущерба возмещенного налогоплательщиками по материалам проверок, направленным в следственные органы, возросла почти в шесть раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. С каждым годом, отмечает начальник налоговой службы республики, ведомство становится все более открытым и мобильным. Десятки услуг переведены в электронный вид, но впереди немало новых задач. С 2020 года Федеральной налоговой службе будут переданы полномочия по ведению государственного информационного реестра бухгалтерской отчетности. Соответствующие полномочия у Росстата будут исключены. Таким образом, в Федеральной налоговой службе будет реализован принцип одного окна. Лучшим работникам службы глава региона вручил благодарности, почетные грамоты и знаки отличия. А минувшие выходные прошли под знаком Дня Матери. В столице республики поздравили многодетных мам и самых активных участниц женского движения. За праздничными столами хранительница семейного очага. Каждая из этих женщин стремится сделать мир добрее. Они выстраивают свое семейное счастье. Стараются помочь советами тем, у кого не все складывается в личной жизни. Они находят время для помощи пожилым, подросткам, стоящим на учете. О таких говорят неравнодушные люди. О, мама, я все цветы земли тебе дарю, целую твои руки, обнимаю и кланяюсь, люблю, боготворю. Союз женщин – одна из самых известных общественных организаций. Его подразделения работают практически во всех муниципалитетах. В республике разработан целый комплекс мер социальной поддержки семьи с детьми. За последние пять лет число многодетных выросло в полтора раза. Скоро в регионе появится почетный знак «Материнская слава». Буквально несколько месяцев назад Михаил Ильич Игнатьев, глава нашей республики, принял решение об учреждении знака «Материнская слава». Это знак поддержки тех матерей, которые родили и воспитали пять и более детей. И мы на ближайшей сессии госсовета этот знак окончательно в формате закона уже утвердим. И мы полагаем в начале 2019 года самых достойных наших женщин мы будем награждать этим знаком. Этот знак входит в систему госнаград Чувашской республики и позволяет в последующем получать звание ветерана труда. На праздники подвели итоги смотра конкурса «Лучший женсовет-2018». В этом году главная награда отправилась в Ядринский район. У нас есть президент женсовета, 17 человек, и каждый что-то там привносит. Где-то что-то мы смотрим в других регионах, как работают женсоветы. На сайте «Союза женщин» постоянно в России бываем, смотрим. Ну и сами что-то придумываем новое. Первый раз в этом году, вот, например, провели День бабушек и дедушек. Четыре семьи самых лучших отобрали, чествовали. Они, бабушки с внуками, пришли в отдел ЗАГС, вместе посидели, викторину провели, поиграли, чай попили. И такое у них было удовлетворение от этого, то, что их именно вот как бабушек и дедушек пригласили в семейную гостиную при ЗАГСе. Конкурсная комиссия также определила 25 лауреатов. Все они стали победителями в своих номинациях. Семейные традиции, духовные скрепы, здоровье, культура, спорт. Это и многое другое всегда остается в центре внимания прекрасной половины человечества. Союз театральных деятелей Чувашии отмечает свое 75-летие. Отмечает нестандартно, организовав в стенах художественного музея один театр на всех. Картина на стенах, театральная сцена под куполом музея. Такой посетители музея видят нечасто. Первый опыт подобного взаимопроникновения был пять лет назад. И его оценили знатоки искусства. Нынешняя театральная палитра оригинальна по форме и глубока по содержанию. Музейное пространство сподвигло художников и декораторов соединить, казалось бы, несовместимые вещи. Не каждый раз мы видим даже на персональных выставках художников такие работы. И поэтому, когда здесь собраны макеты декораций, эскизы костюмов, сами костюмы вышитые, наши чувашьи знают, где они, в каких театрах работают. Это театр кукол, театр юного зрителя или театр оперы-балета. И поэтому они очень хорошо чувствуют специфику этих театров. И эти эскизы, которые сейчас показаны здесь на выставке, просто поразительной красоты и поразительного вдохновения и содержательности. На этот раз художественный музей принял экспозиции пяти чебоксарских театров и отделения театрально-декоративного искусства Чебоксарского художественного училища. Но если статичные декорации и костюмы заставляют задуматься о временах и нравах, сменах эпох и вкусов, то стремительные дефиле – дань нынешнему драйву и динамике. История черного платья и мелодии родной земли стали увлекательным путешествием по миру моды. Как и полагается, по случаю юбилея состоялось вручение наград. Работа регионального отделения была отмечена почетной грамотой Союза театральных деятелей России. Здесь давно живут уже одной семьей. Ездят на гастроли, организуют творческие мастерские, заботятся о ветеранах и подрастающем поколении. Театр – он ведь как сама жизнь. 16 театров из семи регионов России и пяти зарубежных стран на одной сцене. В Республике Мариэл открылся 15-й международный фестиваль русских театров «Мост Дружбы». Инициаторами его проведения в 1993 году были художественный руководитель Марийского академического русского театра драмы Георгий Константинов и народный артист СССР Юрий Соломин. С каждым годом география театрального форума расширяется. В гости к нашим соседям приехали театры из Германии, Армении, Луганска, Казахстана, Татарстана, Чувашии, Мордовии, Адыгеи. Наши актеры привезли на фестиваль постановку «Мой бедный Марат». Труппа русского драматического театра в гостях у коллег из Мариэл бывает часто. В прошлом году режиссер Сергей Юнганс привозил на фестиваль лирическую драму «Варшавская мелодия». В этом пьесу советского драматурга Алексея Арбузова «Мой бедный Марат». Ее премьера состоялась в столице Чувашии в конце июня. Чебоксарский зритель принял постановку на ура. Теперь предстояло покорить марийскую публику и строгое жюри. Когда спектакль выездной, спектакль фестивальный, спектакль гастрольный, первый выход на сцену для артиста – это определенный стресс. Он не знает, как правильно подать то или иное слово, как включиться, как найти этот контакт. История Марата Лики и Леонидика очень известная. Ее ставили на сцене много раз, но постановка Сергея Юнганса заметно отличается от классической версии Арбузова. Режиссер вместо трех главных героев выводит на сцену шесть. И они как будто одновременно находятся и в прошлом, и в настоящем. Уже в «Антракте» зрители бурно обсуждали постановку. С удовольствием пошла на автора пьесы, зная, что это классика жанра, что я получу массу удовольствия от Алексея Арбузова. А тут такая оригинальная постановка. Игра артистов очень нравится. Постановка нравится тем, что, видите, смена артистов – это очень оригинально, по-моему. Я вот впервые на таком. А вот члены жюри, известные театроведы, драматурги, разбирали спектакль более детально и даже критично. Это седьмой раз, что я на этом фестивале, всегда в жюри, с огромным удовольствием смотрела на много спектаклов. Между остальными смотрела на несколько спектаклов театра из Чебоксара. Я знаю режиссера Юнганса. Думаю, что у него очень интересные спектакли. Я люблю таких спектаклов, потому что это, так мы скажем, постмодернные спектаклы, когда много жанров в одном спектакле. Я люблю этот театр в Чебоксарах. Я думаю, что политика этого театра, репертуарная политика, очень хорошая. И поздравляю. Может быть, это не совсем то, о чём много лет назад писал драматург. Может быть, вещь получилась печальнее и, может быть, многозначнее. Здесь использован приём удвоения героев. Ну да, душевное раздвоение у них присутствует, конечно. В каком-то смысле, может быть, это приём очень в лоб. Мне кажется, что театр справился со своей задачей. Может ли стоять этот спектакль как претендент на награду? Конечно, может, это серьёзная работа. Вот получит ли он её, зависит от того, какого будет уровень дальнейших спектаклей. Об этом мы узнаем только в конце недели. Закрытие 15-го Международного фестиваля русских театров «Мост Дружбы» и вручение дипломов победителям пройдёт 30 ноября. Галина Титарчук, Игорь Зверев из Ешкар-Алы. Это все новости на сегодня. Далее вас ждёт полезная информация. А я с вами прощаюсь. До завтра. Продолжение следует... Чувашии превышают 1 миллиард рублей. В Центрсоюзе заметили, что в регионе развивается сфера общепита. Эксперты оценивают высоко и качество реализуемой продукции. Мы сейчас говорим, нам надо сохранить силу. Сегодня Чувашия один из лучших регионов. По выпечке, кондитерке вы тоже на первом месте. Вторые вы по молоку, по России. Стоите? На пленарной части форума обсудили и вопросы развития кооперации. Среди первостепенных задач – оптимизация логистики, создание сети оптовых комплексов и расширение сбыта. Ещё один проект Центрсоюза поддержан президентом России. Сообщество «Маяки дружбы шагают по стране». В их числе и студенты Чебоксарского кооперативного института. Всю суть нашего проекта можно раскрыть через его девиз. Девиз у нас звучит как «помогать, познавать, рассказывать и дружить». «Помогать» суть заключается в нашей волонтёрской деятельности. Мы её ведём как в нашем регионе, так и за пределами, на Кавказе. Познавать – это помогаем, мы узнаём много нового. Мы не только работаем, иногда нас вывозят на экскурсии, мы знакомимся с культурой. От Камчатки до Калининграда филиалы Российского университета кооперации пользуются популярностью по всей стране. На особым счету Чебоксарский кооперативный институт. Он вот уже более 55 лет готовит профессионалов по разным направлениям обучения. Институт сегодня – это три факультета и колледж, 15 кафедр, а также десятки кадровых партнёров, позволяющих максимально приблизить учебный процесс к практической деятельности. Основными итогами мероприятия для института, как для образовательной организации, мы видим то, что в ходе форума обсуждены не только перспективы развития потребительской кооперации в стране, но и возможность апробации новшеств Центра Союза Российской Федерации в образовательной деятельности в процессе подготовки кадров для системы потребительской кооперации. Четыре тысячи обучающихся из 50 регионов России и ряда зарубежных государств. Институт идёт в ногу со временем и постоянно совершенствует подготовку своих студентов. Раз в пять лет ВУЗ проходит аккредитацию. Команды даны, документы готовятся для того, чтобы аккредитовать юридическое направление аспирантура и экономическое. Ну и создание диссертационного совета. За всю историю своей деятельности институтом подготовлены десятки тысяч специалистов своего дела. Чебоксарский кооперативный институт – хороший трамплин для успешного трудоустройства. Возьми будущее в свои руки. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова